всем привет и перед обзором хотел спросить а вы думали когда-нибудь каково это оказаться там в открытом космосе да с одной стороны конечно понимаю что это нереальные новые ощущения новые эмоции но с другой стороны это же все нереально скучно одни и те же люди одни и те же лица одна и та же работа одни и те же действия одни и те же виды в общем одним словом скука всем привет и добро пожаловать на канал о сериалах про сериалы и за сериалы и сегодня хочу вам рассказать про сериал сняты по рассказу одного небезызвестного джорджа но не джорджа лукаса и даже не джорджа из джунглей а того самого короля смертей джорджа мартина так все кто там раскатали губежки до моих размеров закатывайте обратно летящие не имеют того же размаха и масштаба что игорь престолов но это не делает сериал плохим о чем же он нам рассказывает а рассказывает он нам о далеком будущем о том что мы валим с этой планеты и о людях вышедших на контакт с пришельцами но выйти то вышли а поговорить не можем а знаете неудивительно мы-то порой друг с другом поговорить не можем куда уж нам с пришельцами болтать но кое-кто с ними поговорить может и вы не поверите кто это это л1 а самое забавное то что я не шучу в будущем появилась раса людей обладающих телепатии то есть способностью видеть чужие мысли читать чужие мысли и влиять на них и прозвали таких людей l1 отношение же к ним как мутантам людях крестик недоверие гнобление унижения за их силы вследствие чего l1 вырастают озлобленными социопатами один они все убийцы на фене надо успокойся мы на такое не подписывались ясно мы в опасности с этой тварью на борту вот такой l1 по имени тэйл вызывается на экспедицию из-за его более-менее адекватное поведение и потому что его силы нужны команде для связи с пришельцами его берут на борт космического корабля летящий сквозь ночь предварительно обколов транквилизаторами и посадив клетку первый же кто заметил что мы во вселенной не одни был доктор карл карл дебранин или дебренин кому как удобно и вот наш корабль отправляется на встречу с пришельцами но как известно дерьмо случается и это дерьмо не заставляет себя ждать сначала корабль начинает барахлить потом тыл сбегает из клетки начинать террорить экипаж да и оборудование на самом корабле начинает сходить с ума в общем поездочка обещает быть долгой что еще можно сказать про этот сериал это такой добротный космо хоррор в стиле фильма пандором если не видели советую ознакомиться и скажу честно я не являюсь большим фанатом кино или сериалов про космос они меня как-то не затягивают но вот этот сериал меня затянул и даже очень атмосфера напряжение скримеры интриги все в этом сериале работает как надо а из-за способности l1 порой просто не понимаю что из того что ты видишь правда что нет все же если вам не по душе научная фантастика фильмы связанные с космосом или ужастики то данный сериал можно и пропустить мне же с каждым просмотренным эпизодом все интереснее и интереснее что будет дальше хоть как я и сказал я не являюсь фанатом фильмов про космос а с вами был кин всем большое спасибо за просмотр и если это видео вам понравилось или она была вам полезным то подписывайтесь на канал ставьте лайки заходите в группу вк и мой инстаграм я же вам желаю только интересных сюжетов и пока